Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видео урок. Желаем вам успехов! Здравствуйте, родители, коллеги и учащиеся! Сегодня у нас урок окружающего мира по теме водные богатства. Мы сегодня узнаем, что составляет водные богатства нашей планеты, научимся рассказывать по схеме о частях реки. Будем учиться замечать и ценить красоту природы. Водные богатства нашей планеты составляют океаны, моря, озера, реки, каналы, пруды, водохранилища. Океаны, моря, озера и реки имеют естественное происхождение. Каналы, пруды, водохранилища люди создали искусственно для своих хозяйственных нужд. Мы знаем, что глобус это модель нашей планеты Земля в уменьшенном в миллионы раз. Так наша планета из далекого космоса видна. Глобус, как и Земля, имеет форму шара, немного сплюснутых с плюсов. А какого цвета больше на глобусе? Верно! Если мы посмотрим на глобус, то увидим, что на нашей Земле преобладает синий цвет. Это вода. Запасы воды имеют огромное количество, однако пресной воды очень мало, всего 3%. Остальная часть это соленая вода, непригодная для пищи. Ребята, сегодня на уроке мы узнаем о воде и ее свойствах. Для этого мы вместе с Капитошкой отправимся в путешествие. Здравствуйте, ребята! Я Капитошка. Прежде чем мы отправимся в путешествие, ответьте мне, где находится большая часть воды? Да, вы верно ответили. Большая часть воды находится в океанах, их на Земле 5. Мы отправимся в гости к Тихому океану. Это самый большой и глубокий океан Земли. Ученые подсчитали, что если бы вода Тихого океана была распределена по сей поверхности Земли равномерно, то весь земной шар был бы покрыт водным слоем толщиной более 2,5 километров. У океанов есть дети. Вы их узнаете, когда отгадаете загадку. Обманывать не стану. Я меньше океана. Но я большой и все же на океан похожа. Могу спокойным быть. Могу и заштормить. Есть у меня всегда соленая вода. Отгадали? Правильно, ребята. Это море. Море – это часть океана. Вода в морях голубая и прозрачная, при этом соленая. В морях живут всякие красивые рыбы и кораллы. На берегу большое количество ракушек. Для того, чтобы сказать, сколько морей в мире, можно воспользоваться последними данными между географическим бюро. На сегодняшний день их насчитывается 54. Но роврасчет принимались не все моря. Так что на самом деле морей на самом деле больше. Посреди поля лежит зеркало. Стекло голубое, рама зеленая. Что это, ребята? Правильно, это озеро. Есть на суше углубления, в которых накапливается вода. Когда вода не успевает испаряться, она образует озера. Озера не имеют течения и являются частью мирового океана. В них обычно пресная вода. Но и бывает и соленая. Самое глубокое пресное озеро – Байкал. А самое большое и по составу соленое, похоже на океаническую воду – Эскаспийское. Когда-то она была морем, так же соединялась с океаном. Бежит, журчит, волнуется. Все на нее любуются. Никак не остановится. Назад не поворотится. Что это? Правильно, это река. Река – это поток воды, протекающий по постоянному руслу, углублению в земле. Воды в реках земли примерно три раза больше, чем в озерах. Волга – крупнейшая река Европы. Все, все обходят это место. Здесь земля, как будто тесто. Здесь осокол, кочки, мки. Нет опоры для ноги. Это болото. Болото – это избыточно увлажненный участок суши, покрытый специфической болотной растительностью. Это место жительства комаров, лягушек, змей, птиц. На болоте – ягоды. Еще болото называют копилкой воды. Многие реки берут свое начало в болоте. Океаны, моря, озера, реки, болото – это естественные водоемы земли. Мы продолжаем путешествия дальше. Также существуют искусственные водоемы. Пруд – это искусственный водоем для хранения воды. Пруды нужны для разведения рыбы и водоплавающей птицы, а также для санитарных и спортивных потребностей человека. Водохранилище – это искусственный водоем для накопления и хранения воды в целях ее использования в хозяйстве. Канал – искусственная река, специально вырытая людьми русла, которым речной или озерной водой. Водоемы используют для доставки грузов или людей. А что происходит зимой с искусственными и естественными водоемами? Как вы думаете? Зимой водоемы покрываются льдом. Сначала лед образуется вдоль берегов, а затем покрывает всю поверхность реки или озера. Однако остаются на реках полые воды, плыньи. Знайте, что эти участки очень опасны для переходов. Не выходите на лед, не спешите кататься на коньках на тонкому льду. Весной лед начинает таять вдоль берегов, а затем и на середине. Весенний лед очень обманчив. Он пористый, поэтому непрочный. Проходить весной водоемы по весеннему льду крайне опасно. Осторожно нужно вести себя летом на воде. Купаться нужно только в установленных местах под наблюдением взрослых. Помните хорошую пословицу. Не знаешь воду, не лезь в броду. Ребята, очень много воды встречается глубоко под землей. Такую воду называют подземными водами. Основной источник подземных вод – это осадки. То есть дождь и снег. Дождевая и талая вода сначала проходит через верхние слои почвы. Часть воды используют растения, а другая часть воды проникает ниже. Часто в подземных реках содержат минеральные вещества – соли. Они насыщены газами, поэтому вода становится минеральной, и ее можно пить. Она преобладает определенный вкус и запах. Но не всегда удобно пить воду прямо из источника. Поэтому минеральную воду разливают по бутылкам. Выцвыхали о воде, и говорят о ней везде. В луже, в море, океане и водопроводном кране. Как сосулька замерзает, в лес туманом заползает. На плите у нас кипит, паром чайником шипит. Без нее нам не умыться, не наесться и напиться. Смею я вам доложить, без нее нам не прожить. Рассмотрите схему части реки. Начало реки называют истоком. Место, где река впадает в другую реку, озеро или море, называют устьем. Углубление, по которому течет река, – это русло. У реки есть правый и левый берега. Если смотреть в сторону течения реки, то справа будет правый берег, а слева – левый. Исток, устье, русло, берега – это части реки. В реку обычно впадают другие реки и ручья. Это притоки. Выполним задание в тетради на печатной основе номер один. С помощью учебника заполним таблицу «Водные богатства нашей планеты». В первую колонку мы запишем «Имеют естественное происхождение», а во вторую колонку мы запишем «Созданы искусственно». «Водные богатства нашей планеты составляют океаны, моря, реки, каналы, пруды, водохранилища». Океаны, моря, озера, реки имеют естественное происхождение. Запишем «Реки, моря, океан, болота, каналы, пруды, водохранилища. Люди, созданные искусственно для своих хозяйственных нужд». Итак, запишем «Канал, пруд, водохранилища». Следующее задание на странице 51 номер 2. Муравей-вопросник раньше никогда не слышал слов «исток, устье, русло». Он хочет знать, что это такое. Научи муравья, соединив таблички линиями. Слова «исток, устье, русло» обозначают части реки. На уроке окружающего мира мы с вами с ними познакомились. Итак, что такое «исток»? «Исток» – это начало реки. Соединяем «исток» и «начало» реки. «Устье» – это место, где река впадает в другую реку, в озеро или море. Соединяем «устье» и место, где река впадает в другую реку, в озеро или море. «Русло» – это углубление, по которому течет река. Соединим «русло» – это углубление, по которому течет река. «Исток, устье, русло» – это части реки. Выполним следующее задание на странице 51, номер 3. Подпиши на схеме «исток» и «устье» реки. Стрелкой обозначь направление течения реки. На правом берегу нарисуй человечка, а на левом – дерево. На уроке окружающего мира мы познакомились с частями реки. Начало реки называется «исток». Начало реки вот здесь. И подпишем «исток». Место, где впадает в другую реку, называют «устье». «Устье» подпишем вот здесь. Река наша впадает в озеро. Подпишем «устье». Стрелкой мы обозначим направление реки. Река течет от «истока» к «устью». На правом берегу нарисуй человечка. У реки есть правые береги реки. Если смотреть в сторону течения реки, то справа будет правый берег. Правый берег вот здесь и нарисуем здесь мы человечка. А на левом – задание на странице 52-53, номер 5. Мама Сережи и Надя нашла в книге. Замечательное стихотворение поэта Орлова. Прочитай его и поставь райся. Представить себе море в разных нарядах. Для чего море наряда? В ночь любую, в день любой. Море занято собой. По утрам оно одето в платье розового цвета. Днем одето в голубое. С белой ленточкой прибоя. А сиреневое платье надевает на закате по ночам. На черной гляде мягкий бархатный наряд. А на бархатном наряде драгоценности горят. Море, если не секрет, дай, пожалуйста, ответ. Для чего тебе наряды? Чтобы люди были рады. Нарисуй море в одном из его нарядов. Мы нарисуем море днем, когда оно одето в голубое с белой ленточкой прибоя платье. Выглядит оно вот. Сегодня на нашем занятии мы говорили про водные богатства. Океан, море, река, озеро, пруд, канал, водохранилище. Все это водные богатства нашей планеты. Домашнее задание – прочитать параграф на странице 82-85 и ответить на вопросы. Подготовить сообщение об истории названия водоемов родного края. Спасибо за урок. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!